приветствую тебя ты на канале 2 angel planet и у нас сегодня расклад который называется урок жертвы состояние жертвенности да или как все любит психология называть жертвы к это о том насколько человек погружен в деструктивное состояние чтобы его пожалели бывают конечно обвинение со стороны бывают обвинения родственников людей кто рядом или человек себя чувствует неуверенным рядом с другими людьми потому что думает что вот идут какие-то сплетни о нем что-то говорят говорят нехорошая тут тоже не хочется находиться в этом состоянии и в чем вы находитесь можете ли вы решать свои проблемы осознанно или же вы жертвите и просите жалости сегодняшний расклад вот об этом ты пока подпишись у нас как обычно на выбор на три колоды в комментариях обязательно пиши какую колоду ты выбрал или выбрала номер колоды и давайте смотрим выбираем номер один колода 78 дверей номер два оракул света и тьмы номер три это у нас таро безумной луны загадал колоду сосредоточься что у тебя в жизни происходит мы сейчас посмотрим что и как и о чем жертвите не жертвите и как из этого выбраться потому что есть конечно же советы у таро есть конечно же выгоды да какие вы получаете от того чтобы жертвить вас жалеет и вас любит и конечно же эта позиция которая нам сейчас поможет разобраться с нашими проблемами сосредоточься если ты выбрал колоду номер один колода 78 дверей посмотрим кто вы дам человек который прямо таки на пороге то ли новых открытий постоянно что-то придумывает такой активный человек да что женщина что мужчина вы активны человек вы всегда говорите да всегда открываете двери новому всегда человек который на позитиве в принципе позитивный настрой вообще жизни это подарок для вас и вы любите ей наслаждаться обвиняют ли вас чем-то то собственно и в чем обвиняет вот тут прямо конкретного прямого обвинения нету открытой дороге может быть конечно излишне вас бывает много но в этом плане можно сказать что для вас это нормальная среда комфортная среда ну и подумаешь да ну вот я такой активный или активные я могу делать что хочу как хочу давайте посмотрим если вы в состоянии жертвы да если какое-то наказание по этому поводу чтобы вы не жертвели наоборот благоприятная ситуация благоприятно вам дают выход из ситуации скорее всего я бы сказала что вот тут для оптимиста все хорошо а если вот пессимист и закрытый человек то ему приходится вот общаться скажем так с людьми все равно выходить на связь что может быть для него не очень приятно и если поддержка да в вашей жизни вот тут и собаку у нас порылась как раз поддержки то нету потому что сидим в зоне комфорта вот это и есть ваше состояние жертвы которое вам мешает развиваться не видите куда идти хотя скорее всего может быть и видите но не ленитесь или не знаете что делать не знаете как делать не знаете кому обратиться да хотя вроде как вот у нас друзья да тут нету никакого наказания от вселенной и нету вообще ни от людей никаких вот таких негативных моментов тут я бы сказала засели в зоне комфорта но я куда мне дальше идти я не знаю вот это жертвенное состояние деструктивное что мы жертвуем ничего не делаем сидим на попе куда идти зачем идти да и зачем собственно идти да я же не вижу конечно было результат конечного конечной точки пути зачем да зачем куда-то мне сдвигаться и давайте посмотрим сплетники да если сплетники рядом с вами да они до стресса вас доводят что вам приходится уходить вы прекрасные знаете прекрасно понимаете кто это вас прямо расстраивает да что эти люди ну сильно вас убежают да они такие ох ох мы победим всех ну и ланом победили я тогда пошел или пошла мне вот слушать вот это вот нечего выслушать да с одной стороны конструктивную обратную связь никто не отменял а с другой стороны вся эта конструктивная связь это не о гармоничных взаимоотношениях что в коллективе что с людьми это скорее всего о ссоре конечно же доводит до стресса особенно если это ситуации с которыми вы сталкиваетесь они могут быть на работе сослуживцами они могут конечно же быть связаны с вашими деньгами вы проходите тот самый сейчас кармический урок до для тех кто выбрал колоду номер один что я слушать никого не буду это с одной стороны но другой стороны и сам никого да не пойду если бы хотя бы я понимаю вы обиделись развернулись ушли я слушать никого не буду но потом вот задним умом бы поняли что все-таки стоит каким-то моментом прислушаться и стоит все-таки обратить на кое-что внимание может быть даже не в своем характере а может быть хотя бы взглянуть на возможность по другим углом тогда да потому что сейчас стрессовое состояние пока только уход уход от сплетников и осуждение и давайте посмотрим по совету да и вы их тоже не осуждаете по совету вас осуждают вы конечно хорошо что вы строили границы сопротивлялись но с другой стороны дальше вам зачем на них напирать и что-то доказывать доказывать что вы можете докажите действиями просто возьмите и сделайте не говоря ни слова вы что делаете сами с собой наедине с собой разговариваете что-то кому-то доказываете это не приведет никаким результатом и какую выгоду вы извлекаете из этой позиции жертва конечно же это выгода что вам все прямо-таки подсказывают вы сами нарвались вы сами попросили сами сказали а вот куда можно пойти вам начали показывать куда люди когда их не спрашиваешь совета они в принципе его не дают а вот тут вы сами запросили совет совет как мне быть что делать куда дальше идти сами напросились получив аж из гранату за что боролись на той напоролись в принципе это же хорошие возможности просто вы то их что используете линии используйте к терпение ожидания вам выжидаете использовать возможно конечно и будете просто не уверены в этом во всем выгода я бы сказала у вас так себе вы совет получили они слушайте все равно никого и ждете терпите ожидаете пока все рутинно из пустого порожню пока все вот если уж вы с этим переживете да переспите со своими всеми этими мыслями и что-то выберете я просто уверена что вы пойдете по правильному пути который только для вас предназначен это было у нас колода номер один колода 78 беремь тут все понятно тут можно выйти до из этих ситуаций пережить переспать с этими мыслями и пойти дальше для тех кто выбрал колоду номер два смотрим как проигрывается состояние жертвы и выгода от всего этого смотрим кто вы да ну человек у которого все пути дороги открыты тут идет у нас тоже как из первой колоды позитив акси активный гармоничный человек который идет ко всем навстречу сам вы человек такой который прямо к миру с распростертыми объятиями относится обвиняется вас чем-нибудь если да какие-то обвинения могут конечно говорить о вас что вы человек который всегда в равновесии находится который всегда ищет баланс но и который никогда ничего не решает то есть с одной стороны вы вот придерживаетесь этой гармонии все ровненько гладенько но не туда и не сюда слишком долго мешка эти слишком долго раскачиваете да вот как весы которые очень долго не могут уравновеситься пока не встанут на серединную точку пока все колебания прекратятся должны прекратиться колебания извне и колебание и и внутри вас но тогда и движение то нет никуда до странно получается давайте посмотрим как же да вот избежать да если есть какие-либо наказания что как избежать да вот такие колебания все-таки надо выбрать опять идут колебания идет развилка лево или право выбирай ты или я кто тебе дороже все-таки надо выбирать это пожалуй самое мучительное для вас это вот в основном у весов такое есть да у знаков зяка весы когда вот они колеблются постоянные постоянно на выборе постоянным надо все уравновешивать и решить не могут ну и собственно и долго запрягают и могут и долго ехать что у нас идет по по избежанию да вот и если поддержка это у нас по избежание если поддержка поддержки нет все это лживо поддержки нет рядом лживые люди лживые друзья поддержки нет и сплетники что осуждают обсуждают осуждают аж до обида да что как и так мне ничего не получается действительно тут слезы обиды идут непонятно почему собственно из-за чего расстраиваться да но не приняли вы решение но и не приняли да вы же сами знаете себя знаете свой характер тут я бы сказала струсили страхи это самые большие блоки рядом люди конечно которые поддерживают но вот вот это вот лживость с теми людьми кто рядом это о том что да да вы можете что угодно говорить но не сделаете вас поддерживает вроде когда дамы в тебя верим ну просто сказать для красного словца то есть и поддержки то не туда сплетники да конечно сплетники и обиды из-за них идет они то везде успевают просто вот как они делают вы так не можете это называется они сначала здесь по будут в одном месте там переделаю дела пусть будет перекос они на этом перекосе работают потом они убегают другую сторону делают там дела другую сторону пошел перекос вот и тут также получается что как и так я хочу вот тут все уравновесить все делаю но ничего не получается у этих людей они бегут в одну сторону и могут абсолютно бросить вот в этой стороне все ну как так да вот тут обида конечно идет по этому поводу и И обсуждают, вот осуждают, да, что вы не можете так. Или что вот хотите сразу двумя руками сделать, а не получается. И рыбку съесть, и на стульчик сесть. Смотрим, что у нас идёт по совету. Тут, конечно, вам и рот помогает, да. Я бы даже сказала, тут по совету, совет более старших. Опытных, умудрённых опытом людей. Надо принимать этот совет, потому что это запрос рода, отработка рода. То, что вы сейчас делаете, и то, что у вас не получается, и в чём вы жертвите, это как раз те недоработки, которые были в вашем роду. Кто-то также колебался и заколебался, и не выполнил своё предназначение. Сейчас даётся вам такой кармический урок, выполнить его. Потому что это запрос рода, надо, во-первых, попросить у них помощи для решения проблем, а во-вторых, поблагодарить за то, что они вам всё это время помогают. Какую выгоду извлекаете из состояния жертвы? Вам это даёт, конечно, устойчивость. Конечно, колебаться на одном и том же уровне можно сколько угодно долго, но зато вы в равновесии, зато в силе, зато медленно, но верно. Как-то всё у вас развивается, продвигается. Зато вы можете переносить спокойно, чётко, стабильно, уверенно какие-то нападки и невзгоды. Конечно же, плакать вам можно, никто не запрещает, но вот предпочитаете это делать там, где никто вас не видит в этом жертвенном состоянии, потому что оно как-то самоуничижает, и оно унизительное, оно неприятное, это состояние. Поэтому это вам и даёт, да, какие результаты у вас. Тут вам просто совет карт, я бы сказала, по результатам, да, вы за то, что так у вас в жизни происходит, сами себя не любите. Тут вам полюбить себя надо. И, конечно же, полюби себя, прежде чем любить, научись сама или сам собой быть. Это вот об этом. Конечно же, не будет состояния жертвы, если вы будете понимать, что, ну да, я такой или я такая, я делаю всё вот так вот, да, да, у меня на равновесии всё, да, у меня вот по-другому никогда, хорошо, я отработаю, я попробую, да. Тут ещё совет карт вам. Рискнуть, рискнуть, убежать в одну сторону и сделать как другие. Ваше это не ваше, зайдёт оно, не зайдёт, получится, не получится. Хотите вы это делать или нет, выбирать только вам, это тут только от вас зависит. И для тех, кто выбрал третью колоду, вторую безумную луну, да, мы сейчас, напоминаю, смотрели вторую колоду, оракулы, тьмы и света, третья колода, это у нас вторая безумная луна. Смотрим на расклад жертвы. Кто вы? Для тех, кто выбрал третью колоду, вы человек, который боится не того, что надо, не те страхи у вас перед глазами, не то вы видите совсем. Вы прекрасно понимаете, что вот то, что вы боитесь, оно может прийти неоткуда, вернее, даже оттуда, откуда вы не ждёте. Но может прийти, ну потому что вот вы боитесь, и этим страхом к себе начинайте притягивать все те события, которые в вашей жизни произошли или могут происходить. Но вы смотрите не туда. Обожглись на воде, дуете на воду. Обвиняют вас в чём-то, чтобы вот так жертвить. Ну так вот, по сути дела, человек вы, который, может быть, и выглядит очень жёстко, но любит счастье, ласку, любовь и комфорт. Просто вас не знают до конца, в глубине души не знают. Вас не понимают, потому что вы сами не показываете свою истинную суть, свою истинную натуру. Конечно же, вы не против денег и власти, но никто не знает, что вы любите, например, плюшевых мишек в глубине души, что на самом деле вы в глубине души мягкие, отзывчивые, что эмоции у вас есть. Просто вот вы тут скрываете. Конечно, это излишняя жёсткость и чёрствость не даёт, с одной стороны, пробить вашу защиту. Потому что, конечно же, это защита. Потому что, как только вы будете свою истинность проявлять, могут обидеть, и надо будет опять в броню запаковываться. Собственно, зачем лишних телодвижений, когда вы и так сразу в броне? Можно сразу и чувствовать, и начать скрывать прямо с порога, с места в карьер. Здравствуйте! И начинаем скрывать, не проявлять своих истинных чувств и намерений. Это можно забивать с толку других людей. Вас могут превратно понимать в этом плане. Так, ну что? Как можно избежать наказания, если, конечно, какое-то наказание есть, если вас в чём-то обвиняют и прямо хотят наказать? Тут идёт партнёрство. Партнёрство, дружба, взаимовыгодное партнёрство. И, конечно же, оно может быть связано и с деньгами, и с удачей, и с успехом, и с помощью. Ты мне, я тебе. Ну тут прямо всё ясно, чётко и понятно. Это, конечно же, порядок, упорядоченность. Это выстроенная структура, система, иерархия. Конечно же, это о том, что тут не надо себя обвинять в том плане, что вы боитесь куда-то не туда смотреть, вот у вас люди-то вокруг не закончились, с вами хотят партнёриться, хотят общаться, хотят дружить. Давайте посмотрим у нас, что по поддержке, да, что по поддержке. Поддержки нет. Конечно, вы же скрываете свою истинную натуру, истинные чувства. Поддержка, где она возьмётся? А рядом те люди, которые не хотят поддерживать. В партнёрстве, да, пожалуйста, но тут каждый сам за себя, когда дело коснётся чего-то такого. А вот поддержки такой личной, со стороны, что ты всё сможешь, ты молодец огурец, или девочка-припевочка, девочка-морковочка. А тот, кто рядом есть, он просто категорически даже, может быть, и против настроен, против ваших планов. Вот его-то вы, может, и боитесь, да, и жертвите из-за этого, что думаете, что ничего не получится, поддержки нету. Вот скрываете свои планы, чтобы не сливать свою энергию. И давай посмотрим сплетники. Да, есть ли они и кто они. Да, у вас всё в жизни спорится, доладится, да получается, да с партнёрами. А, конечно же, сплетники – это те люди, которые всё делают, прямо, я бы даже сказала, вас копируют, за вами повторяют. Пытаются всё совершить, но у них, к сожалению, не тысячи рук, нету этой чёткой, слаженной структуры, нету этой иерархии. И за всё, за что бы они ни брались, у них ничего не ладится, не получается. Семиделки такие, да, доморощенные, вы-то свою упорядоченную систему и структуру довольно долго взращивали. А тут пришёл человек и такой, ну-ка, я сейчас за всё возьмусь, всем разом, я посмотрю, как делал он, аналогично сделаю так же, но тут нет, не так. У каждого своя жизнь. Вот, пожалуйста, да, вот вам и осуждение, что называется и обсуждение. Как это так? Да, почему так? Да, потому что у каждого своя жизнь, своя судьба. И вы идёте, берёте, и всё делаете. И давай посмотрим совет. Совет. Ну, тут, конечно, совет проще к жизни относиться. От момента к моменту жить. Всё-таки, ну да, поддержки нету, но зато есть вы сами у себя. У человека вообще всего две гарантии. Первая гарантия, он есть сам у себя, а вторая, мы всё равно все умрём. Поэтому давайте жить и радоваться этой жизни. Не так серьёзно относиться к этой жизни, чтобы уж прям совсем себя гнобить или чего-то бояться. Какая разница, чего мы боимся? Надуманные страхи, ненадуманные страхи. Мы всё равно все умрём. Так чего же медлить, чего же ждать? Это самая вторая страшная гарантия. Она касается всех. Время-то, да, и тикает. Оно всё равно на нас, на всех действует и влияет это состояние, а время-то тикает. Да, оно тикает. И оно тикает прямо сейчас. Поэтому проще к жизни и в этом плане относимся. Да, тикает, значит, берёмся. Значит, идём, берём и делаем. Тем более, раз ладится и получается всё. И давай какую выгоду получаете, да? От этого всего. Ох, ну тут, конечно, прямо-таки садомазохизм. Само истязание. Никто не истязает, так я себя помучаю. Как это так? Меня до этого раньше мучили. Я выстроила или выстроила границы. А теперь меня никто не мучает. Надо мне самой себя, самому себя вот так вот заблокировать. Это тоже такой психологический блок под названием «Ах, вы меня все ранили, и я вот дальше буду сидеть бояться». «Отстаньте от меня, я вот в депрессии ушел в себя, вернусь нескоро». Или ушла в себя. Зачем, собственно, да, вот это всё? Это позволяет вам от общества уходить. Позволяет вам быть сильным, и чтобы никто не видел, или сильный, ваши слабые стороны. Никто не хочет в слабости себя показывать. Это смена окружения, может быть, смена друзей. Изменения в жизни могут быть, конечно, глобальные по этой выгоде, да. Но если они слишком часто, то и поддержки-то именно из-за этого нет. Партнерство есть, да. Дружба есть, а истинной какой-то дружбы, и любви, и поддержки нет из-за этого. Это, конечно, тут уже даже, я бы сказала, как совет, да, убираться из этого всего. Потому что дела-то ладятся, а всё остальное, всё остальное приладится потихоньку. Может быть, будет скучно, да, вот тут какие-то отношения и скуки заводите. Главное, тут не начать прибухивать. То надо же как-то из-за состояния депрессии выбираться. Лучше не будет. Тут точно можно сказать, что лучше не будет. И по поводу обнуления. Всё-таки пойдёте дальше. Найдёте в себе силы, выберетесь. Как совет карт, помогать людям, отдавать любовь, дарить эту любовь. И в взамен вы получите не только деньги, да, не только честь, власть и славу, но и человеческую любовь. Это у нас была третья колода. Второй безумной луны. Колода номер три. Если ты выбрал или выбрал её, я надеюсь, ты прислушаешься к этим советам, рекомендациям Таро, да, и что происходит в твоей жизни, и ты поймёшь, где ты жертвишь, как у тебя всё в жизни происходит, почему так происходит, из-за чего происходит, почему так люди вокруг тебя делают. Тебе, надеюсь, теперь стало понятно. Если нужны мои личные расклады, ссылка есть в шапке канала, все ссылки там есть. Пишите, буду рада вас там видеть. Также подписывайтесь на инстаграм-канал, также подписывайтесь на тикток-канал. И буду рада, конечно же, поддержке канала. Тоже все ссылки есть в описании в шапке канала. Я желаю вам счастья, удачи, любви. Не жертвейте быть в гармоничных отношениях не только с окружающими, но и с самим собой. Увидимся с вами на следующих раскладах. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова